Пожалуй, самая распространенная проблема жителей верхних этажей – текущая крыша. На нашем телеканале мы уже неоднократно рассказывали о беде, капающей с потолка. В региональном штабе ОНФ за круглым столом обсудили наглядную памятку для граждан, в которой подробно описан план действий в случае протечки. Ее планируют распространить по всем общественным организациям, а также вывесить на информационных стендах в подъездах. Первое – это надо в течение 12 часов позвонить в водительскую службу или в УК, вашу или в ТСЖ, или в ТСН, или в ЖСК, вызвать мастера, которым вместе зафиксировать ситуацию. То есть записать, где что протекло, сделать фото-видео фиксацию при необходимости, составить акт, подписать его. Если отказывается подойти мастер, значит вызвать просто соседей и эту ситуацию зафиксировать. Далее, значит, необходимо подождать, когда просохнет все то, что случилось, и уже вызвать повторно мастера и совместно с ним, если он опять же подойдет, уже сделать дефектовку. То, что у вас там вздулось, разрушилась мебель, сломалась техника, там обвалился потолок, значит, и сразу попытаться с ним договориться об оценке этого. Кроме того, за круглым столом обсудили новые правила работы АДС – аварийной диспетчерской службы, которые вступили в силу с 1 марта. Теперь законодательно регламентировано время реагирования. Ответить должны в течение пяти минут, даже в ночное время. Оператор обязан проанализировать ситуацию. Если оперативное вмешательство действительно необходимо, отправить на дом специалиста. Есть определенный порядок, то есть это специализированная аварийная диспетчерская служба, которая должна иметь, значит, ну, специальную форму, бейджики, бахилы, чтобы фамилия была написана, значит, на форме, да, то есть представиться. И до этого диспетчер должен позвонить собственнику и сказать, что приедет такой-то, такой-то, чтобы не просто там человек с улицы пришел, ему открыли собственники дверь, а что это именно представители этой аварийной диспетчерской службы. По новым правилам, каждая управляющая организация должна заключить СДС договор на обслуживание. Сейчас в Иванове, по информации ОНФ, около десяти подобных компаний. Впрочем, крупные УК могут создать и свою аварийную службу. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.